Всем привет, с вами снова я, Иван Сусанин, и я решил немножко с вам показать сегодня игрушку, которая мне тоже приколола довольно сильно. Ну, игрушка такая специфическая, и кому-то может понравиться, кому-то может не понравиться, эту пещеру вырыл я сам. Вот, для того, чтобы вырыть такую пещеру, надо приготовить инструменты, инструменты у меня есть, но давайте можно сейчас с вами вместе немножко вот этот инструмент пособирать и поделать. Как же он все-таки делается, этот инструмент, у меня тут по полочкам разложены некоторые материалы, которые имеются здесь, это довольно интересный процесс тоже, и вот эту пещеру, когда я сам выделывал, да, это долгий такой кропотливый процесс, и, конечно, можно было подольше делать, но, как бы, вот тут до этого дошел, до песка, вот это песок, до песка дошел, была земля, даже не земля, наверное, камень больше, нет, все-таки земля была, потому что землей, земля, она тоже разнородная, и бывает светлая, бывает темная, бывает травянистая, ну и тому подобное, и так далее. Сегодня, так, у меня есть лопата, сегодня давайте немножко поработаем, я сейчас как раз делаю инструменты кое-какие для вас, покажу, как это все делается. Тут есть дрова у меня, я уже нарубил, дрова рубятся очень просто, берешь для этого, у меня, кстати, нету сейчас топора, нужно будет сейчас как раз делать топор, топорчик. Тук, игра называется Тук, просто офигенная игра, мне она очень понравилась. Так, для этого нужна вот такая вот веревочка, потом веревочка, это выпадает из... Давайте сейчас покажу, как это все делать, а, у меня нет топора, блин. Вот, веревочка такая, потом нужна вот такая палка, специальная такая тоже палочка. Так, чтобы сделать топор, нам нужно вот такая вот, вот такой камень. Да, это точно такой камень нужен. Инвентарь нажимается на клавишу Е, правой клавишей Миши, берешь руку и просто ложишь сюда. Вот, а теперь из этого материала я могу легко сделать... Нажимаем на русскую П и делаем себе топорик. Вот он, наш первый топорик. Я не знаю, из более серьезного металла можно как он делает, то есть из металла делать. Я пока до этого не дошел, я еще просто играю пробными своими попытками, да. И пойдем рубить какое-нибудь большое дерево. Потому что, когда у вас в руках нет ничего, вот, допустим, сейчас уберем, давайте, топорик просто возьмем и подойдем к дереву какому-нибудь, то это дерево мы вообще пошевелить не сможем. Ну, единственное, как мы можем вот эти все веточки вначале добывать, да, сейчас идет ночь, звездная такая и планета довольно большая. У меня здесь врагов нету, а так, в принципе, появляются здесь враги, даже есть кошка большая такая, ух, она может сожрать. Ну, а так, врагов нету, и козлики бегают, козликов убиваешь, и с них можно получить мясо. Вот там он белый, видите, это глаза. Глаза, может быть, это кто-то из... это козел, а может нет. Как выгляжу я, это нажимаешь на клавишу X, и можно прекрасно... Видите, какие глаза, это у всех существ здесь, на этой планете, вот такие вот светящиеся белые глаза. Вот, подходим к дереву, к любому, ну, вот, допустим, к вот этой вот, и руками мы вообще не можем ничего сделать, а используя, давайте на первое лицо переключимся, используя наш, так сказать, топорик, рубим, 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 во, смотрите, как класс. И еще, помимо всего, выпадают еще палочки разные из дерева, когда вы его рубите. Вот, просто собираете левые клавиши мыши, и само дерево можно еще разбить на несколько кусочков. Вот, она из дерева, из самого, и из полен состоит. Эти полена... Эти полена я буду использовать сейчас, надеюсь, видно хорошо, потому что темнота полнейшая. Я далеко от дома вообще за то, что время, которое я играю, я не уходил, потому что я боюсь потеряться, мир огромен, и вернуться потом будет просто невозможно. Так, а где мой дом? Фу, я уже потерялся, вон он, он у меня светится, прекрасно видно. Вот, без топора, без топора, можно рубить только вот эти вот... Вот эти вот веточки пока, то есть, когда вы только начинаете играть, у вас ничего нету в руках, вы подходите к этой ветке и просто рубите, и из нее выпадает вот такая вот, вот такие вот все штуки. Камень, 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 камень ищется просто, ну, я тут все камни просто пособирал, они попадаются так просто, то есть, на земле лежат некоторые, некоторые надо долбить, но, чтобы долбить, нужен инструмент, естественно, кирка. Пока у вас кирки нету, вы просто будете собирать... Там кто-то ходит, я вот вижу, то ли это козлик, козлика можно будет... Да, это козлики бегают. Можно будет убить мачете. А у меня уже мачете есть, да? Вот она. Так, вот, собрали себе в руки веревочку, потом взяли палочку, просто взяли палочку и взяли еще другой вид камня, он тоже попадается там, он называется... Где он там? Что-то я до него достать не могу. А-а-а, высоко! Надо вот этот камень убрать, может достану тогда. Во! Экс-рок! Вот! Давайте его положим. Ой. Я еще одну палку положу. Вот, экс-рок. Вот эту вот палочку. И вот из этого уже можно делать... Уже... Подожди, а это что? Это опять топор? Топор другого вида, да? С другой палочкой получился у меня. Да! Кстати. Давайте тогда сейчас... Я хотел еще сделать... А! Все, вспомнил, как... Не такая палочка, да. Возьмем палочку такую положим, потом возьмем... Возьмем... Блин. Веревку. И возьмем еще... Камень. Вот такой вот. У меня тоже тут... Пик-рок. Вот такой вот камень. Он тоже попадается в процессе. И вот из этого уже можно делать себе кирку. А вот киркой... Можно прекрасно и хорошо... Рубить... Всякий материал. Ну, допустим, вот рукой вы не сможете... Давайте вот... Вы не сможете просто землю... Бить. Никак. Ничего не сделаете вы. А при помощи кирки вы сможете легко уже... Равнять свой дом. Именно этим я и занимался, когда делал эту пещеру себе. Специально эту пещеру себе сделал. Я себе даже вот рюкзак сделал. Я даже не помню, как я его сделал. Но я знаю, что он вышел из вот таких вот листьев. Потом что-то я еще добавил. А вот это я убивал... А, это тоже растение. Вот я убил трех козликов больших. И из них выпала вот такая вот шкура, потом рог и... Голова. А на костре... На костре я пожарил мясо. Как жарится мясо? Очень просто. Берете... Этот... Дрова и просто ложите в костер. Вот у нас костерчик уже есть. Кроме этого, еще... Что хотелось показать для тех, кто, по крайней мере, не знает. Так, тут у меня тоже что-то лежит. А, палки. Это копье, которое я кинул. Прикольная штука. Взял копье и кинул его просто в стену. Так, как это сделать? Берете в руку копье. Нажимаете Е русское или Т латинское. И нажимаете на левую клавишу мыши. Фух. Вот такой вот бросок. Так, этим копьем классно убивать тоже всяких животных. Ну, пока еще начальный уровень. Так что я не знаю. Может быть, можно что-нибудь покруче будет сделать потом. Фиг его знает. Так, тут у нас ничего нету? Нет, у нас простая яма. Так. Прошу заметить, что вот эти полоски, красно-желтая, синяя, означает, что красная это ваша жизнь. Желтая это стамина, это ваша, то есть, усталость. Вот я бегу сейчас, и она уменьшается. И синяя это еда, то есть, насколько вы голодны. Когда вы становитесь абсолютно голодным, то есть, полная полоса синяя уходит, у вас начинает потихоньку убавляться жизнь. Так что не забывайте о том, что нужно еще и питаться, помимо всего прочего. Так, что мы еще делали? Так, еще, кстати, вот это вот дерево, которое выпало из дерева, я обычно использую на строительство своего дома. Да, я начал строительство своего дома. Внизу я сделал такой вот каменный проход. Здесь все из дерева будет сейчас стоять. И пол тоже я деревянный начал уже делать. Еще пока не сделал, но уже начал собирать. Давайте на правую клавишу мыши мы можем улучшать этот самый пол. Так что, вот таким вот образом. Это все делается, да? Вот будет у меня полностью пол, кое-что тут есть, земля, тут всякая фигня наложена. Вот эти грибочки я насобирал, знаете, где убивал там некоторых маленьких существ. Вот тут у меня не хватило просто камня. Каменя довольно сложно, камень полностью будет собрать весь. Потому что его не так много здесь, в ближайших территориях. Но я как бы, опять же вам говорю, что я далеко не ходил. Все, наверное, больше у меня нету. Можно, конечно, из земли это все сделать. Земля точно так же работает, тоже так же расслаживаешь по квадратикам, и все получится у вас замечательно. Нужно отсюда выбираться. Но у меня тут есть еще покушать. Вот эти грибочки я есть не буду, потому что они забирают жизнь. А вишенки, которые я насобирал тоже из деревьев, можно покушать. Кушается очень просто. Берете в руку и нажимаете на левую клавишу мыши. Кроме всего прочего, что этого хватает на два раза. То есть вы, вот тут уже покушенная ваша вишенка, вы ее можете еще раз кушать. То есть на два раза она рассчитана. Все, я заполнил свою полоску сытости до конца. Ой, я хочу сейчас выбраться. Я не сделал еще пока никаких лесенок здесь. Пока просто строю потихонечку. Эх, высоковато. Надо все-таки вон туда как-то перебраться. Во, все, вышел. Вот, это пока я так сделал. Что касается вот этих факелов, которые освещают явно, особенно ночью. Вот, все, кончился заряд. Вот они у меня. Они тоже выпадают из деревьев, из больших. Их ложишь рядом с факелом. И просто нажимаешь так же на P или на G латинскую. И получится отличный большой факел. Можно делать и маленькие факелы. Маленькие факелы делаются вот из этих вот. Тоже так же ложишь рядом с огнем. Вот, и где-нибудь здесь, допустим, возле дома. Или даже в дом можно занести. Я не знаю, влезет у меня сейчас. Хочется в дом поставить еще один факел. Ох, снаружи поставил. Ладно. Вход будет где-нибудь... Да, зря я тут, наверное, вот так вот сделал. Надо будет из камня это все-таки переделать. Видите, деревья разнородные. Поэтому у меня получилось, что они получились как бы неоднообразные. Разных цветов чуть-чуть. Ну, чтобы собрать одного цвета, это очень много деревьев нужно закончить. И тут надо просто будет сделать дерево. Ой, дерево. Дверь я обязательно сделаю. Дверь я не знаю, как делается дверь. Дверь, наверное, тоже делается. Почему бы нет? Давайте немножко прогуляемся. Кстати, я хотел еще вам показать, как делается лопата. Но я думаю, попозже. А лопата делается очень хорошо. С помощью лопаты вы можете копать эту самую землю. О, там еще у нас лежит деревья. Это у нас... Я когда-то тоже собирал. И вот эти деревья, они скатились, может быть, сверху. Да, 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 наверное, сверху. Вот это все. Я где-то там тоже рубил и ломал деревья наверху. А может, и сама сломалась. Еда. Кроме всего прочего, еда вот еще и является. То есть, еды очень много. Всякой разнообразной. Вот эти вот... Блин, она не созрела. Она созреет, она упадет вон туда. Может быть, где-нибудь там еще найдем. Тыква, помимо всего прочего, еще есть тоже. То есть, тыквой тоже можно питаться. Точно так же. Тоже довольно сытное кушание. Вот тут вот у нас... Я вот не знаю, вот эти вот большие растения. Что они дают, как бы... Ну, я пока с них не разобрался. О, козлик бегает. Козлик бегает. Так, у меня с собой нет этого. Я могу его мачета пытаться забить, но он быстро бегает. Ну-ка. Все. Завалил козлика. И когда вы убьете козлика, чтобы его... Снять с него шкуру, чтобы... Мясо с него взять, чтобы... Все с него снять, нужно использовать нож. Нож тоже делается просто. Может быть, я вам покажу его, может быть, нет. Может, не успею просто. Так что вот. Вот. Я собрал шкуру. Собрал мясо. И собрал... Еще кое-какие... Вот вишенка. Вишневое дерево. Вишня собирается вот с таких вот деревьев. Довольно интересная штука. Прикольная. Вообще офигительная. Так что... Так, подожди. Достать не могу, что ли? Не могу достать. Ну, ладно. Бог с ним. Вишня. Просто я создавал мир еще, и там я находил апельсиновые деревья, яблочные деревья. То есть, деревьев много, но тут в основном у моего дома растут вишневые только деревья. Так что с этим... О, еще камень. О, камень. Этот камень... А, понял, почему я не могу собрать. Потому что у меня нету места. Вот так вот строится земля. Просто налаживайте ее. А что она не строится? Это не земля. Да, это земля, но не такая, какая надо. Вот. Вот такая вот земля, которая надо, да? Которую можно строить. И собираем камень. Камень мне пригодится обязательно. Вот эти грибочки большие тоже можно разбивать, и из них выпадают тоже палочки. Такие же палочки. Так, а вот этот вот камень, я думаю, вот еще палка лежит. Палочка лежит. Видимо, тоже упала откуда-то. Березовые деревья, и у них тоже камешки немножко другие. Вот я пока не понял, как насчет вот, чтобы разобраться вот с этим. Вот эти кристаллы я пока сбивать не могу. Даже своей киркой каменной, то есть она не получается. Может быть, надо какую-то более крутую кирку для этого. Вполне возможно. Так. Вполне возможно, что это так. Вот этот камушек мне, в принципе, наверное, все-таки не нужен. У меня и так много камней, вот эти вот. Чтобы развести огонь, именно вот такой камушек нужен, в первую очередь, большой. А вот это у нас кушание. Тоже на два слоя делается. То есть раз кушаете, и из нее выпадает еще. Тоже можно кушать, и также пополняет здоровье эта штука. Отлично. Так, а может быть, вот этим камнем можно разбить? Нет, ничем не разобьешь. Я не знаю. Я пока не дошел до того, как вот рядом с горой, да, красиво я тут сделал. Чтобы добраться наверх, у меня не получилось. Все-таки не хватает сил подпрыгнуть так высоко и дойти. А, кстати, вот эти кристаллы, они почему-то какой-то звук создают. Это тоже я сделал. Из еды я сделал такой факел. Не знаю, но когда вот эти маленькие человечки, тут бегают маленькие человечки, они довольно агрессивные, и они начинают тебя бить. Если ты их не убьешь, они тебя будут так колбасить, колбасить. Вот, они почему-то вот эти факелы воруют. Вернее, даже не воруют, они, наверное, их просто тушат. Для чего они это делают, я не знаю. Им просто, наверное, темнота больше нравится. Не знаю. Вполне возможно. Так, что у нас есть? У нас имеется камень. Камень, который я хочу перестроить и поставить вон туда. Там, где я сейчас поставил дерево, и где выглядит не очень красиво. Сейчас вот тут. Хотел я исправить немножко. Так, вот тут вот, да? Блин, вот это вот мешает трава. Во, вот раз. А все, наверное, хватит. Ну-ка. Давайте. Оп. Нет, вот тут еще выше, похоже, есть. Сейчас попробуем камешек, камешек, камешек. Вот и все. Из камня сделал полностью, чтобы было красиво. Здесь я сделаю дверь, здесь я сделаю второй этаж, может быть. И еще первый когда-то делаю. А, кстати, вишня вот она. Вишня собирается очень просто, но у меня сейчас места в инвентаре нету. Расширять инвентарь я не могу. Это я тоже сделал. Зачем? Только не знаю. Такой забор. Он вроде бы не повреждает, но он колючий. Как не странно. Давайте пожарим мясо. Еще на все прочее сегодня. Так, для жарки мяса нам надо. Первое. Взять. Так, подожди, давай сначала шкуру положим. Со шкурами я пока не знаю, как делать одежду, как что с ней делать. Но она потом пригодится. Я думаю, что я пока сюда положу. С рогами я тоже пока не знаю, что делать. Рога пускай тоже пока лежат здесь. Череп я не взял. Мясо. Мясо мы положим вот для костра. Вот тут положим мясо. И возьмем дрова. Дрова. Потом. Так, подожди. Дрова, 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 дрова. А, у нас много дров. Положим дрова. И давай пожарим мясо. Тоже на клавишу G или P русское. Один кусочек пожарил. Второй кусочек. Вот у меня есть жареное мясо. Сырое мясо, по-моему, повредит вам здоровье, насколько я знаю. А вот жареное, которое я сделал уже. Оно будет, оно принесет вам дополнительные вкусности. Запас сил и здоровья. Побольше, побольше. Сколько у меня тут. Их штабелями бы разложить было бы намного интереснее, да. Намного круче. Так, где-то камень вот этот. Большие камни у меня лежат вот здесь. Здесь это у меня уголь. Этот уголь, я помню, я делал, разобрал костер. Из него выпал вот такой вот уголь. Я не знаю, что с уголем делать. Когда-нибудь я все-таки разберусь с этим делом. Здесь у меня есть палки. Вот как раз вот из этих палок. Сейчас, давайте возьмем одну палочку. А, у меня их много и так. Возьмем палочку. Одну. Возьмем. Одну. Веревку. И возьмем. Возьмем, возьмем, возьмем. Ну вот, допустим. Я не знаю, что возьмем. Пикрок. Или там где-то еще была одна. Один вид таких вот длинных подмачете. Камней. Так. Вот. Где же он лежал у меня? Давайте сделаем из этого. Что-нибудь, что получится сейчас. Итак. И у нас получается копье. Копье. Вот такое же копье, которое у меня вот там. Давайте вот в нем вот сюда. Нажимаем на русскую Е. И кидаем. О, красота какая. Вот эта вот палочка у меня на костре. Я ее сделал другого цвета. Как это получилось, я не знаю. У меня тут есть тяпка. А, вот они, камушки. Вот эти вот. Вот из этих вот камушков, вот особенные такие большие камни. Тоже они больше на металлические похожи. Можно делать, берешь такой камушек, потом берешь такую веревочку, такую палку и... Подожди. Я не положил ее. И берешь веревку еще, да? И вот из этого делаешь себе хороший такой, добротный такой меч. Меч-кладенец. Во. Мачета. Ха, ха. Вот им как раз очень хорошо убивать всех твоих врагов, которые попадают в тебя. Так, кроме этого, давайте покажу я, как делается ножик. Ножик делается очень просто. Берешь... Есть у меня, да, еще палки. Вот из этого. Камни, то есть не палки. Вот. Ложим вот такой вот камушек и ложим, 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 ложим... Одну веревочку. Веревочка. Я ее не взял. Веревочка. Веревочку. Вот из этой веревочки делаем ножик. Вот ножик нужен именно для того, чтобы... Снимать шкуру с козлов. А вот для чего еще, как бы я пока не знаю. То есть я пока, вот видите, как он работает этим ножиком. Не знаю, для чего это ему нужно. Так. Что? Давайте предметы и оружие сложим вот сюда. Вот здесь будет просто место хорошее, наверное. Давай вот сюда вот сложим. Все лишнее, что у меня накопилось тут. Так. У меня был второй тесак. Тоже его сюда положим. Ну вот, в принципе, все. Лопата. Лопата классная штука. Тоже ее можно сделать. Давайте сейчас сделаем лопат напоследок еще. Так. Так. Как делается лопата? Ложим. Блин. Я их много набрал. Давай вот остальное все сюда сложим. Штабелями. Так. Потом берется, опять же, веревочка. Без веревочки никуда. И вот такой вот, наверное, все-таки, насколько я могу помнить, вот такой вот камень. И таким образом получается лопата. То есть, хорошо этой лопатой рыть землю. Землю, в принципе, песок тоже можно рыть. То есть, не обязательно использовать кирку, но можно вот таким вот образом рыть еще и той же самой лопатой. Вторая лопата мне ни к чему. Так. Топор. Ага, это у нас молот, оказывается. А я молот, молотом-то я ни разу не пользовался. Я ни разу не использовал молота, как ни странно. Интересно, а молотом можно что-то ремонтировать или как? Или наоборот разбивать? Нет, можно разбивать. Это молот, да? Молоток. Да, буду узнавать, для чего этот молоток нужен. Вот как вот с этими вот быть, я не знаю. Мне бы хотелось как-то разбить. Вот как, может, ее как-то можно приготовить. Давайте попробуем на костре. Попробуем сейчас на костре ее приготовить. Может, она пожарится, что ли, или что там. Так. О, смотри! Это что я делаю? Что я пожарил? Не понял. А, это я деревяшку пожарил. А нафига я пожарил деревяшку? Она сейчас такого цвета стала. А вот можно как-то пожарить? Нет. Я не знаю, вот это вот. Ух ты! Такой звук стал сразу. Как вот с этими вот работать, вот этими. То, что это не тыква. Тыква круглая. Такого же цвета примерно. И ее можно есть. А вот эту штуку, я не знаю, что с ней делать. Ее даже и есть нельзя. Не знаю. Пока не разобрался в этом деле. Тем не менее, все интересно и классно. Так. Далеко уходить не будем. Я здесь побегал по разным местам. Вот, ну, чуть-чуть подальше туда уходил. Там совсем другой лес. Там есть елки попадаются. Есть различные другие растения. То есть, разнообразия здесь в этом мире очень много. И игра еще, насколько я понял, еще до конца не сделана. У меня, по крайней мере, версия 0.86 не самая последняя, наверное, сейчас уже. Но, тем не менее, даже в этом виде, мне она кажется довольно прикольная игрушка. Вообще, офигительно. Прикольно. Такую игрушку я увидел у человека, которому я подписан. Так что и вам рекомендую поиграться, если вам хочется, если вам интересно. Подобного рода занятия, чем не блокстори, да? Еще круче даже, чем блокстори. Можно тоже квадратные, видишь, блоки. Ну, квадратные-то не совсем квадратные, потому что разрушаешь, когда она получается как-то непонятно как. Видите, вот тут вот поменьше сделаем. Чтобы вот таких вот выступов не было. Для красоты своего дома. Жилища, так сказать. Пещеры своей. Ну, я сделал для чего пещеры? Для того, чтобы, ну, мало ли, что случилось. Вот еще бы знать бы, как вот это все листьями закидать, чтобы была как бы дверь, чтобы было все более понятно. Да, то есть, все эмпирическим путем, путем сопоставления, проверки и самостоятельных решений можно делать из всего все. Вот я вот, как же сделать кровать, вот мне тоже было бы интересно. Так, а вот если я вот из этого, вот из этого, и вот из этого что-нибудь получится, у меня сейчас, да? Ничего не получается. Может быть, надо побольше... Нифига. А может, другую палку, может, вот такую палочку надо? Не, а, ничего не делается. Ну, короче, разбираться надо, да, во всем этом деле. Ну, вот, смотри, у меня сколько дерева. 42 кусочка. Можно сейчас немножко будет заняться строительством верхних ярусов своего дома. Все равно потихонечку вот так вот собирается материал, и из него можно будет потихонечку, помаленечку вот так вот приготовить. Опять вечереет, опять наступает ночь. Темнеет, темнеет, темнеет. Этажи, этажи, этажи. Ну, я не знаю, как по весу насчет того, чтобы первый, второй этаж, какой должна быть высота первого, второго этажа. Кстати, надо, наверное, все-таки заняться лучше полом. Пол. Видите, разнородное дерево, и оно разным цветом немножко получается. Немножко, небольшая разница есть, немножко видно, что есть такая, между прочим, разница. Вот, закончу пол, потом буду думать о втором этаже, вот где-то вот на таком высоте, да, на такой, может, на такой вот высоте сделаю второй этаж. Там, а потом здесь проделаю окна. Как делается, наверное, из песка и огня можно будет сделать стекло. О, я попробую обязательно, а можно даже сейчас попробовать, может, получится что-то. Это же у нас песок, да? Нет, грави. Где же у меня, где-то тут песок, вот, у меня целая куча этого самого песка. Давайте возьмем песочка и попробуем сейчас на костре сделать из него стекло. О, что-нибудь получится, нет? Просто интересно попробовать. Так, ложим. Ой, что ж я сделал-то? Песок разложил. Блин. Разложил песочек. Сам себе сделал хуже. Красоту свою испортил. Красные такие пятна остались. Ладно, давайте вот тут песок положим. Положить песок надо просто на расстояние его... А, нет, нет, нет. Чтобы положить песок, нам нужно выбрать инструмент и просто выложить его. Так вот. Вот. А потом возьмем. И попробуем сейчас из песка что-то нет, ничего не делается. Может быть, к песку тогда что-то еще надо, да? Какой-нибудь мастерок или что-то добавить. Какой-то цемент. Но цемента нету. Может быть, нужно добавить какой-то материал, гравия, еще что-нибудь такое. Но, тем не менее, вот так вот проходит эта игра. Довольно так прикольно. Если вы любите строить, если вы любите развиваться, если вы любите даже бегать по этому миру, вы можете здесь побегать. Очередная ночь началась. И все может быть просто великолепно. Смотрите, там две луны. Одна вокруг другой вертится. И ух ты, вообще офигительно. Да. Вот такая игрушка. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Всего вам доброго. Смотрите новые видео. Нас ждут еще много разных приключений. Пока, ребят. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok